нет нет только не это это страшная история произошла со мной я гулял по улице и снимал разные видео в тик ток все мои друзья разъехались кто куда и мне пришлось гулять самому погода была отличная светило солнце и было тепло прогуливаясь мимо детского сада заметил что входная дверь открыта о круто сейчас я сниму что-нибудь интересное подумал я и вошел внутрь знал бы я тогда чем это все обернется то ни в коем случае туда не заходил бы саду никого не было и я начал ходить по группам и снимать приколы то я сел за маленький столик и делал вид что ям из игрушечных тарелок то снимал будто я маленький и играю игрушками так переходя из одной комнаты в другую наткнулся на странную дверь это была дверь в подвал на двери была табличка с надписью бан бан вот это уже интересно сейчас проверю что там есть кое-как с трудом я смог открыть тяжелую дверь спустившись по лестнице начал осматриваться там внизу было холодно скорее всего работали кондиционеры моему удивлению оказалось что это не просто подвал а целый подземный этаж множество коридоров расходилась в разные стороны с большим количеством комнат офигеть вот это я сейчас наснимаю видосиков в этот момент мне стало немного страшно а вдруг тут кто-то есть или дверь в подвал закроют и я останусь тут навеки но желание разузнать что тут происходит было сильнее чем страх и я принялся исследовать комнаты заодно снимая все на телефон чем дольше я ходил по комнатам тем больше я убеждался что это не похоже на подвал садика скорее это какая-то лаборатория но чем они тут занимаются в одной из комнат лежало множество коробок с аппаратурой другой странные жидкости в не менее странных бутылках а еще в одной вообще клетки с лабораторными крысами когда я рассматривал этих милых крысок то услышал шум доносившийся из коридора я приоткрыл дверь и его ужас то что я увидел повергло меня в шок в конце коридора шел какой-то странный ученый который катил тележку перед собой наполненную кусками мяса и костями что для кого это хорошо что он меня не заметил дождавшись пока он завернет за угол я начал открывать все двери чтобы узнать побольше и снять все на телефон за одной из дверей доносился шум это точно были звуки какого-то животного открыв дверь я замер от увиденного на пороге внутри комнаты находилась большая клетка за стеклом внутри которой была огромная птица прикованная цепью к стене и одно яйцо на двери была надпись опила возможно это ее имя в этот момент яйцо начало растрескиваться из-под скорлупы просунулась маленькая голова птенца это было очень мило опила пыталась дотянуться до своего птенца но цепь не давала и это сделать бедная опила ее тут мучают и ставят на дне эксперименты необходимо ее освободить только я об этом подумал как что-то тяжелое сзади ударило меня по голове в глазах потемнело и я упал не знаю сколько я был без сознания но очнувшись я обнаружил что лежу на земле под деревом пока я был в отключке меня куда-то перетащили и бросили пошарив по карманам не нашел свой телефон его забрали теперь вот даже не знаю что делать стоит возвращаться в эту опасную лабораторию чтобы спасти опилу или же лучше пойти домой и про все забыть подскажи пожалуйста и напиши в комментариях что мне делать дальше